Насколько важна растяжка при силовых тренировках? Когда растяжка полезна, а когда может только навредить? Помогает ли восстанавливаться и снижает ли риск травм? Попробуем узнать кое-что новенькое, мифы и факты на эту тему из обзора последних исследований и практического опыта. Когда мы часто сидим, стоим в одинаковом положении и мышцы поясницы, шеи затекают, портится осанка, то есть когда мы малоподвижны на протяжении дня. Или обратная ситуация, когда мы чрезмерно физически активны и перегружаемся, будь то физическая работа или тренировка. Чтобы снизить негативный эффект всего этого и раскрепостить мышцы, кроме умеренного движения на протяжении дня поможет растяжка. Также чаще ее используют в спорте, но не каждый понимает для чего и как правильно. Кто-то делает растяжку просто на автопилоте, совершая ошибки и травмируясь. Кому-то она вообще противопоказана, а человек ходит на секцию или тянется дома, делая только хуже. Как это понять и вовремя остановиться? Начнем с определений и закончим практическими упражнениями и неоднозначными выводами. Ребят, короткое объявление на пару секунд. Для украинцев я создал отдельные украиноязычные YouTube и Telegram каналы по тренировкам. Подписывайтесь по ссылкам в закрепленном комментарии. По растяжке существует две теории, механическая теория и сенсорная теория растяжки. У каждой из них есть свои сторонники среди спортсменов и ученых. Механическая теория говорит о том, что мышцы могут стать более эластичными после растяжения и якобы меняется их структура. Постепенно растягивая группы мышц, мы увеличиваем подвижность плеч, тазобедренного сустава и других частей тела. То есть от механической растяжки мышца якобы может стать больше и длиннее в размерах. Такие мышцы лучше начнут поддаваться гипертрофии или мышечному росту, а это и интересует многих атлетов, любителей и профи. Вторая сенсорная теория говорит о том, что есть определенный порог боли. Когда мы тянемся, и мышцы намеренно не дают нам растянуться больше позволенного, чтобы не травмироваться, ограничивая диапазон движения. Но если мы будем от тренировки к тренировке плавно преодолевать этот полевой порог, то мышцы станут более эластичны. Вот эта вторая сенсорная теория отрицает изменение структуры мышц, то есть их увеличение, изменение в размерах. А говорит, что происходит просто отодвигание порога боли и мышцы якобы не меняя размер становятся более эластичными. То есть когда мы тянемся, доходим до момента, когда немного больно, останавливаемся, привыкаем к положению и уже легче будет потянуться чуть дальше. И так от тренировки к тренировке мы увеличиваем подвижность. Исходя из этих двух теорий, есть неоднозначные мнения и вопросы. Помогает ли в силовых тренировках растяжка лучшему восстановлению и последующему росту мышц? Группа ученых из Португалии, Франции, Сербии объединились в своем мета-анализе из 26 исследований по поводу влияния растяжки на сухожилия, мышцы и связки. Оказалось, делая замеры, что мышцы практически не удлиняются после растяжки, как гласила механическая теория. А если и происходит растяжение, то только при очень длительном воздействии, но через время мышца принимает почти исходное положение. К примеру, как с резинкой, если мы растягиваем, то позже она возвращается все равно в исходное положение и не увеличивается в размерах. И только когда резинка теряет эластичность, изнашивается, она может немного увеличиться, удлиниться в форме. То же самое может произойти и с нашими мышцами после фанатичного занятия растяжками. Когда возникает гипермобильность, подвижность в плечах, тазобедренном суставе, коленях, локтях будет чрезмерная после растяжки, и такие деформации могут привести к травмам после силовых тренировок. Поэтому растягиваться лучше только если у вас есть недостаток подвижности. Ученые в том исследовании доказали, что на вашу растяжку напрямую влияет мозг, то есть сенсорика, а мы просто привыкаем к боли и расширяем диапазон движения. На мышечный рост растяжка никак не влияет. Но как принято в ученом мире, чем дальше мы разбираемся в каком-то вопросе, тем больше есть противоположных мнений. Поэтому были и исследования, когда у группы людей, которые делали растяжку, мышечные объемы от силовых тренировок увеличивались быстрее, чем у той группы, которые не делали растяжку. Опирались на тот факт, что у более растянутых атлетов, например в приседе, отжиманиях, жимовых движениях, увеличивалась амплитуда упражнения и мышцы получали большую нагрузку и лучший рост. Но в долгосрочной перспективе у таких атлетов ухудшались силовые показатели после растяжек. И суставы из-за большей амплитуды в упражнениях приходили в травмоопасное состояние и начинались боли. Кстати, все исследования будут приведены по ссылке в описании к ролику. Следующее популярное утверждение. Растяжка якобы уменьшает боль в мышцах и помогает быстрее восстановиться. И это миф. Растяжка это тоже физическая нагрузка на мышцы. И мышцы тоже разрушаются после растяжки, после нее нужно дополнительно восстановиться. Просто когда сделаете растяжку, подметьте, что крепатура у вас будет не меньше, а то и больше после растяжки, чем после силовой тренировки. Еще в ряде экспериментов ученые выяснили, что если вы провели силовую тренировку, а потом на следующий день сделали еще и растяжку в качестве дня отдыха, как многие и практикуют, то на следующий день лучше полностью отдохнуть, а не идти на тренировку. Так как уровень разрушения мышц от растяжки станет еще больше и накладывается на невосстановление мышц после силовой тренировки, которая была до этого. Поэтому после растяжки нужно восстановление, как и после силовой тренировки. Кто любил делать растяжку в качестве заминки для восстановления? К сожалению, это неэффективно. Повторюсь исследованием в описании к ролику. Следующее утверждение, правда ли, что человек менее подвержен травмам, если делает растяжку или наоборот растянутые мышцы легче травмировать? Это миф. Проводились исследования, что сохраняется одинаковая опасность травматизма как спортсменов, так и нетренирующихся людей, которые делали и не делали растяжку. Связи наличия травм с растяжкой не нашли. Но вот если на примере бега сделать растяжку до тренировки, то это может быть травмоопасно, так как растянутые мышцы нагружают дополнительно хрящи, связки, мениски, увеличивают подвижность ног в целом и подвернуть стопу при беге будет легко. Лучше динамическая растяжка. Кстати, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте, жмите кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми кнопку в углу экрана. Идем дальше, когда можно получить вред от растяжки. Ну например, при чрезмерном растяжении и увеличении диапазона движения. Растяжка полезна, когда диапазон движения снижен, то есть плохая гибкость и мы пытаемся ее улучшить. Растяжка противопоказана, если вы гипермобильны в суставах, то есть если как у гимнастов, локти чересчур выгибаются в другую сторону. Единственный однозначный вариант, где не спорят ученые, когда стоит делать растяжку. Это нужно только тем людям, у которых снижена подвижность сустава или того требует ваш вид спорта. Например, когда вы не можете дотянуться руками до пола с ровными коленями. Или когда проблемно жать вес вверх. Или подтягиваться за голову из-за плохой растяжки плеч. Делать стойку на руках. Вот тогда можно сделать растяжку и исправить это. В других случаях растяжка может только навредить, поэтому не нужно дополнительно и обязательно всем ее включать в свою тренировку. Если у вас проблемы со спиной или суставами плеч, локтей и прочие травмы, лучше подходить к растяжке индивидуально, с минимальной нагрузкой или вообще избегать дискомфортные упражнения. Иначе у некоторых ребят после растяжки, если были травмированы суставы ранее, например плечи, через время будет проявляться боль в силовых тренировках на жимовые движения. Будьте аккуратны, подбирая себе растяжку и нужна ли она в вашем случае. Растяжка необходима гимнастам, скалолазам, танцорам, борцовским видам спорта, пауэрлифтерам для более глубокого приседа и возможно культуристам. Также есть миф, что растяжка увеличивает силовые спортивные показатели. Но вот что говорят исследования. У спринтеров растяжка перед бегом снижала показатели. Прыгуны прыгали меньше, лифтеры поднимали меньше вес. Так что так. Какие основные виды растяжки бывают? Это статическая и динамическая. Насчет того, когда ее делать, растяжка до, после или во время тренировки. До и во время тренировки можем делать динамическую, а после статическую растяжку, когда уже дали нагрузку и разогрели эти мышцы. Также насчет растяжки во время тренировки между упражнениями или подходами. Чрезмерную статическую растяжку не стоит делать между подходами, т.е. с усилием тянуть мышцу сильно долго. Так как если дальше будут еще подходы и другие упражнения, то растяжка расслабит мышцы, повысит их диапазон движения и можно травмироваться или показать более плохой результат в следующем подходе. Тем не менее, между подходами будет не лишним разогнать кровь после нагрузки и сделать легкие махи, вращения конечностями. И я делаю кратковременную до 10 секунд динамическую растяжку на работающей мышце, минимально на нее воздействуя, не давлю сильно, просто улучшая кровоток. Подойдет ли это вам, нужно пробовать, но аккуратно. Обязательная физнагрузка перед растяжкой, не на холодные мышцы мы делаем. Нужен отдельный разогрев вверха и низа тела. Т.е. если вы планируете растягивать вверх, то бега или ходьбы будет недостаточно. Нужно погреть облегченными отжиманиями, подтягиваниями вверх тела. Минимальная длительность растяжки и цели растяжки. Кому-то нужно увеличить подвижность в упражнениях, в приседе, в подъеме ровных ног, в шпагате. Стоит минимум по 20 и до 60 секунд делать в одном упражнении, 1-3 подхода. Многие делают растяжку с целью заминки, успокаивающего этапа после тренировки. Вообще цель заминки это плавное снижение температуры тела, сердцебиения, давление после занятий и успокаивает нервную систему. В качестве заминки подойдет любая низкоинтенсивная работа, медленная ходьба или работа с резинкой, езда на велосипеде, чтобы плавно облегчить нагрузку. И растяжка тут не несет обязательную роль. Общие правила выполнения растяжки. Делайте это без боли и рывков, плавное повышение нагрузки. Тянуться следует животом, а не головой к ногам. Спину держим ровной, колени тоже, если этого требует упражнения. Как интуитивно понять, правильно ли мы делаем растяжку на ту или иную группу мышц? Ориентируйтесь на то, что растягиваем мышцу мы в противоположную сторону от того, как она напрягается. То есть, например, если бицепс мы сгибаем для нагрузки, то нам нужно его растянуть на выпрямленной руке в обратную сторону, разгибая. Дыхание держим плавно, как обычно, не нужно задерживать или дышать как-то учащенно. Теперь давайте подведем практические итоги. И ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более 6000 спортсменов из разных стран, в телеграмм группе, там же вы найдете и мои бонусные статьи с разбором полезных тем в тренировках. А еще я недавно создал отдельный украиноязычный телеграмм, в общем все ссылки в закрепленном комментарии или жмите кнопку в углу экрана. Выводы по растяжке. 1. Растяжка полезна и нужна не всем, ее необходимо выполнять, когда есть дефицит мобильности. Это нужно протестировать. 2. Растяжка не обеспечивает профилактику травм. 3. Растяжка не повышает спортивные показатели, а часто и ухудшает силовые, и не помогает в росте мышц. Но иногда растяжка бывает необходима в определенных видах спорта. 4. Растяжка не ускоряет восстановление. 5. Растяжка не убирает боль из мышц, а наоборот частично их разрушает, так же как и силовая тренировка и нужно восстанавливаться после растяжки. 6. Растяжка не нужна во время разминки, а только легкая, динамическая. Вот такие вот неоднозначные для кого-то выводы. Посмотрите и ссылки на исследования под видео. Кто привык делать ее регулярно и не согласен, что думаете пишите в комментариях. Вы делаете растяжку?